Юлия Новинская получила права 4 месяца назад, став ответственным водителем. Она вовремя переобула авто в зимнюю резину и ехала аккуратно. Однако это не помогло избежать аварии. Машина девушки вошла в неуправляемый занос. Авария произошла в выходные в половине восьмого вечера в поселке Ворские. В заключении специалистов сказано, что дорожное полотно не было обработано противолетными реагентами, а также отсутствовало искусственное освещение. Несмотря на эти факторы, официальной причиной аварии ГАИ назвали нарушение водителем пункта 10.1 – неправильный выбор скоростного режима. Сейчас официального заключения о состоянии машины Юлии нет, но, скорее всего, автомобиль признают неподлежащим восстановлению. Сама девушка отделалась легким испугом. Однако последствия аварии могли быть намного серьезнее. Когда мы ждали ГАИ с родственниками уже приехали, я видела, как шел полк десантников или кто там, я не знаю, военных, таких же, как шли по дороге Шумыш, которые погибли. И могла быть просто катастрофа. Они шли по этой же стороне дороги с фонариками. Я их могла бы тут собрать вместе с собой, как пешки. То есть у меня машина была неуправляемая. Ситуация, которая произошла с Юлией Новинской, не редкость для поселка. Аварии на этом участке дороги в зимнее время года происходят регулярно. Аварии бывают зимой довольно-таки часто, особенно вон на том перекрестке, где прямо уезжают часто машины. Здесь реже, ну, когда вот зимой наледь большая, наледь большая, то колея, машины кидают из стороны в сторону. Меня даже вон там же, где Юля, там меня тоже однажды занесло. Этот участок дороги принадлежит Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. В этом году на ней должны были произвести капитальный ремонт. Однако его не было. Также жители отмечают, что дороги давно не посыпаются ни песком, ни реагентами. Вообще зимой ее редко-редко. Это вот когда если оттепли, раз ее почистят, и все. Пока у нас песочком не посыпают, поэтому скользим, иногда падаем. Ну, слава богу, пока вроде без травм. Там уже хоть тормози, хоть не тормози, хоть там новую у тебя резину, хоть шипованную, он все равно будет ехать юзом. Также фактором, способствующим появлению аварии, становится отсутствие искусственного освещения. Дни все короче, и вдоль обочины дети скоро будут возвращаться из школы в полной темноте. Но на запрос главы поселения Министерство транспорта пока не реагирует. Это больной вопрос для всех. Вот оно смонтировано было в середине лета, и до сих пор никак не могут зажечь. Ну, если в деньгах дело, может, мы бы скинулись. Мы ждем официальный ответ из Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Будем держать вас в курсе событий. А пока сохраняйте бдительность и аккуратность на дороге, чтобы начало зимнего сезона прошло для вас без неприятностей.